Разноцветный узор, капельки. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, Вы сможете найти на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Раппорт узора 4 петли. Для того, чтобы показать Вам этот узор, я для начала набрала цепочку из 10 воздушных петель. Это 2 раппорта по 8 петель, плюс 2 петли для симметрии узора. Теперь замечаю последнюю петлю начальной цепочки, набираю еще 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. И начиная с отмеченной петли, вяжу 2 столбика с одним накидом. Раз и два. Воздушная петля. Пропускаю 1 петлю начальной цепочки. И вяжу 3 столбика с одним накидом. Это уже будет раппорт. Вот, вот, 3 столбика и воздушная петля. Воздушная петля. Пропускаю 1 петлю начальной цепочки. И в конце ряда у меня также 3 столбика с одним накидом. Это пока вот такие вот простые ряды. Второй ряд будет еще проще. 3 воздушных петли. Поворачиваюсь. Первый столбик пропускаю. А дальше вяжу столбики с одним накидом. Везде. То есть и на столбиках, и на воздушных петлях. То есть ряд из столбиков с одним накидом. Целиком. А дальше, следующие ряды. То есть мы будем вязать, я вот вязала в образце по 2 ряда каждым цветом. Ну, можно ритм смены цветов, в общем-то, по своему вкусу создавать. Последний столбик вяжу вот в третью петлю подъема, чтобы не было тут отверстия с краю. И последний этап. Вот. Последнего столбика. Я свяжу ниточками двух цветов, поскольку дальше буду вязать другим цветом. Теперь делаю 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваюсь. Столбик с одним накидом. Я вяжу вот между столбиками. То есть вот здесь вот столбик на воздушной петле, вот рядом с ним. Не на столбике, а именно между столбиков. И еще один столбик с одним накидом. Вяжем вытянутым. Входим вот в это отверстие, которое образовала воздушная петля. Вытягиваем ниточку вот на высоту полотна и здесь уже провязываем накид. Еще один столбик с одним накидом мы вяжем за столбиком предыдущего ряда, который связан на воздушной петле. Получаем вот такой раппорт. Теперь делаем воздушную петлю. Переходим к следующему раппорту. Вот у нас столбик, который связан на воздушной петле. Перед ним вяжем столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом, вытянутый из отверстия, образованного воздушной петлей. И еще столбик с одним накидом за столбиком, связанным на воздушной петле. Воздушная петля. Здесь у нас конец ряда, то есть столбик с одним накидом в последнюю петлю подъема. Вот такой вот интересный ряд. Три воздушных петли. Поворачиваемся. Этот ряд вяжем столбиками с одним накидом целиком. То есть первый столбик вяжем на воздушной петле. Дальше у нас три столбика будет на столбиках. Еще один столбик на воздушной петле. Три столбика на столбиках. И в конце ряда под петли подъема поворота вяжем два столбика. Последний этап последнего столбика я также провяжу, вводя еще пряжу следующего, третьего цвета. И теперь вяжем третьим цветом. Вот эти вот раппорты, они смещаются в шахматном порядке. Поэтому сейчас мы делаем три петли. Раз, два, три. И здесь нам нужно связать вот как бы половинку раппорта. Поэтому начинаем мы сразу вот с вытянутого такого столбика с накидом. И столбик с накидом за столбиком, связанным на воздушной петле. В воздушной петле. Здесь у нас вот столбик на воздушной петле. Перед ним столбик с накидом. То есть так как мы уже вязали вторым цветом. Вытянутый столбик с накидом. И столбик с накидом за столбиком на воздушной петле. Воздушная петля, здесь также будет половинка, то есть на воздушной петле перед ним столбик с накидом, вытянутый столбик под воздушную петлю и в конце ряда столбик с одним накидом под петли подъема. Следующий ряд, также как мы уже вязали, просто столбики с одним накидом, 3 воздушных петли, здесь у нас будет первый столбик пропустим, 2 столбика на столбиках, столбик на воздушной петле, 3 столбика на столбиках, 1, 2, 3, столбик на воздушной петле, здесь 2 столбика в конце ряда у нас будут на столбиках, и краевой столбик под петли подъема. Здесь также последний этап последнего столбика, вяжем ниточками двух цветов. И дальше у нас будет точно такой же вот два ряда, как вот связаны розовой пряжей, два ряда, как связаны сиреневой, то есть вот эти ряды повторяются. Давайте покажу вам образец побольше. Вот такой веселенький образец у меня получился. Здесь я вот каждые два ряда вязала другим цветом, то есть можно для этого узора использовать остатки пряжи. Можно использовать 2, 3, 4, 5 цветов, любое количество. А можно связать однотонно, но просто вот такие вот полосочки пускать. Ну, это уже, в общем-то, дело вкуса, дело фантазии. Смотрится почти одинаково с двух сторон узор. Небольшие тут отверстия в нем есть, то есть он не очень теплый, он скорее для каких-то таких вот средней плотности изделий, достаточно легких. Ну, и самое главное, что вот можно использовать остаточки, то есть можно вот и для шапочек шарфиков использовать, и для одежды. В общем-то, для чего угодно. Особенно, наверное, хорошо вот для детской одежды, если яркие цвета, такая пестрота будет. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек.